Выездное совещание на строительном объекте Сущенского, 10, провел сегодня глава региона Александр Цибульский. Среди собравшихся представители профильного департамента, надзорных органов и прокуратуры. Причина – задержка сдачи объекта в эксплуатацию. Две секции многоквартирного дома по 55 квартир в каждой должны были быть сданы еще в ноябре прошлого года, но до сих пор принять жильцов они не готовы. Как вы подали на сдачу на объект, если у вас появляется, что нет, газа нет, все секла не сделаны. Четвертая и пятая секции строящегося дома по адресу Сущинского, 10, должны были сдать еще в середине ноября прошлого года. Но до сих пор не готовы тепловые узлы, пожарная сигнализация, сантехническое и газовое оборудование, вентиляция. В квартирах множество косметических недочетов. Вчера на объекте побывала специальная комиссия. Помимо прочих замечаний, она отметила еще и огромное количество строительного мусора. То, что мы увидели вчера и сегодня, это не небо и земля, но очень разительная разница. Поэтому мы, наверное, будем ежедневно совершать свои визиты, чтобы видеть движение. По словам Валентины Саутиной, работы на объекте практически не ведутся. Замечания, которые были выявлены жилищной инспекцией, так и не устранены. Причина задержки – это основная у нас подрядная организация. Не в срок выполнили свои работы. Соответственно, мы не приняли это как заказчик-застройщик и не передали своему заказчику. То есть, центр строит заказчику. И подрядчики сейчас в усиленном темпе, без выходных, продолжают работать, устраняют свои недостатки, недочеты, на которые было им указано. Кроме того, в ходе инспекции выяснилось, в доме вместо заявленных трех тепловых узлов подрядчик установил только два. Согласование этот проект не проходил. Более того, это стало причиной неполадок в системе отопления. Сейчас разбирались, значит, подрядчики заявили, что уже предоставили в стройный взор документы. Мы будем документы, должен, да. Это не сделано. Поднимемся документы, поднимемся в очередной раз подробнее. Вы понимаете, что нужно проводить экспертизу, потому что это существенное изменение конструктивов. Ну и по срокам, понимаете, да? В одной из квартир случилась протечка. Заметили только спустя полсуток. Результат вздут или нолем холодной батареи. Отопления нет. Вы как тут здесь люди жить должны? Ну вы сами в какой квартире живете? У вас есть отопление в квартире, при этом сами? Есть. А почему считаете, что здесь люди в других условиях должны жить? Система жизнеобеспечения дома практически не готова ни одна. Вот с полной готовностью ни одна не готова система жизнеобеспечения зданий. Причем люди после получения квартир начинают нам периодически жаловаться в жильный взор по поводу той недоделки, этой недоделки. И эту практику, я думаю, надо вообще искренне. Заказчиком строительных работ на объекте Сущинского 10 является казенное учреждение «Централизованный стройзаказчик». И по мнению специалистов учреждения, жилые секции на сегодняшний день абсолютно не готовы принять жильцов. Итоговую проверку подрядчик не прошел со своим объектом, соответственно, к приемке заказчику данной секции не предъявлялись. Но промежуточно мы, естественно, проверяем, следим за ходом работы и с уверенностью на сегодняшний день можно сказать, что к приемке мы не готовы. Шантаж и инсинуация – такой итог увиденному на строительном объекте подвел глава региона Александр Цибульский. По его словам, заложниками ситуации, которую создал подрядчик организации «Полюс жилстрой», стали жители аварийных домов, ожидающие переселения, и подрядная рабочая фирма «Экология стройсервис» и ИП «Трофимов». Мы мне копейки не заплатим, пока вы не сделаете. Я вам это открыто говорю. Ну, даже не пытайтесь меня шантажировать. Вы несчастных людей половину отставили без денег. Но вот этого качества работы никто не примет, пока вы не исправитесь. Вы это решение конструктивное самостоятельно принимаете. Два тепловых узла вместо трех делаете. И с кем не советуетесь. Это, ну, ребят, извините. По словам же генерального директора подрядной организации «Полюс жилстрой», для устранения всех выявленных недочетов понадобится всего две недели. И к концу января объект будет готов к приемке. Это что касается косметических, делок и конечных устройств является физической работой. Документальную работу постараемся в течение месяца все полностью пройти. Несмотря на это заявление, подрядчику будет выставлена претензия. По просрочке по первым секциям жилого дома она составит более 7 миллионов рублей за нарушение сроков сдачи. В четвертой и пятой секции «Полюс жилстрой» заплатит более 5 миллионов за каждую. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».